Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли на мой канал. Меня зовут Ирина, сегодня у меня будет обзор пустых баночек, хозяйкам на заменку. Если вам нравится такого рода видео, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Рубрика такого рода хозяйки на заменку мне нравится самой, поэтому я решила ее на своем канале делать, потому что я являюсь на данный момент домохозяйкой, молодой мамой, маленького ребенка, и я всегда в поисках какого-то супер универсального средства, которого просто мне облегчит, так скажем, мои бытовые дни, когда я делаю уборку, стирку и ежедневную рутину. Ну вот, девочки, у меня вот такая вот коробочка оказалась пустых баночек. Надеюсь, по-быстрому вам рассказать все мое мнение, все мои пожелания, вам стоит покупать эти такие средства или нет. Конечно же, приглашаю вас к просмотру и начнем. Начну я, наверное, с самого большого. Это порошок персил. Я его взяла по акции. Здесь его 4,5 килограмма. Я его беру уже не в первый раз. Он у нас идет морозная арктика. На самом деле, достаточно приятный запах такого, знаете, порошка, как бы странно ни звучало. Замечательно, хорошо он выполаскивается из белья. Начинает он работать уже при температуре 30 градусов. Для меня это актуально, потому что есть вещи, которые нельзя стирать на более повышенных температурах. Растворяется хорошо, прорабатывает все свои деньги очень хорошо. То есть отстирывает белые вещи очень даже. Мне нравится. И если его покупать на скидках, то это вообще здорово. Здесь всего 4,5 килограмма. При регулярных стирках у меня вот такой упаковки хватает на месяц-полтора. У меня стирка в неделю бывает раза 2 или 3, потому что маленький ребенок. И я этот порошок использую также для стирки детских вещей. У меня ребенку 3 года. И поэтому я могу вам сказать, нет никакой несыпи, аллергии, высыпания, либо еще чего-то. Очень достойный порошок. И на акциях, повторюсь, его покупать можно. А если за полную стоимость, а полная стоимость у него идет, по-моему, больше 600 рублей. Но очень дороговато, что-то вот Персила решил свои цены подзадрать, так скажем. И, в принципе, очень даже неплохой порошок. Мне нравится. Я его беру не в первый раз. Следующее, что я хочу показать из стирки, это вернель. Я люблю кондиционеры вернель. Мне нравится, какое мягкое белье. После использования данных кондиционеров мне нравятся ароматы. Мне, в принципе, устраивает все. И еще раз повторюсь, если брать на каких-то скидках, акциях, еще лучше. Здесь у меня в этот раз эфирные масла и запах орхидеи. Мне нравится запах орхидеи. Мне нравится данный аромат. Ощущение вот этого кондиционера, лично на моем деле, при стирке моей, хватает достаточно надолго. То есть я постирала вещи, я их высушила, выглотила, положила в шкаф. Когда я их достаю, допустим, достаю постельное белье стилю, действительно пахнет этим ароматом, действительно присутствует аромат кондиционера, свежести. И полотенца тоже очень даже приятно пахнут. И когда я полощу кухонные полотенца, стираю кухонные полотенца и прополаскиваю данным кондиционером, запах кухонных бытовых вот этих вот, ну чем пахнут кухонные полотенца, запах уходит, они действительно пахнут кондиционером вернель. То есть как бы обновляется аромат ваших кухонных полотенец. Еще раз повторюсь, мне очень сильно нравится данное средство, очень, потому что я вот из всех кондиционеров, которые я пользовалась сейчас на данный момент, остановила свой выбор на средствах Вернель. Мне нравится, как они работают. Литра мне хватает на полтора месяца точно использовать при стирке 2-3 раза в неделю. Так что вот так вот. Следующее средство, по-моему, по поводу стирки, нет, у меня вот еще есть стирка. Это бесспорный мой фаворит, это Актив Шерами, Оксимакс отбеливатель, кристальная белизна. Я в миллион раз вам о нем говорила, что это является мой фаворит при отбеливании белых вещей, кухонных полотенец. Замечательно отбеливает детские вещи, замечательно отстиривает кухонные полотенца, какие-то другие белые вещи. Достаточно хорошие, единственное, то, что я на него чихаю, у меня начинается аллергия на него. То есть я как бы, у меня такие аллергические симптомы, это насморк, и я начинаю чихать, поэтому открывать не буду. Выглядит как обычный порошок, его здесь достаточно надолго хватает, но на 125 кг белья вот такой упаковки хватает. Так что мне очень нравится, и если у вас в ваших магазинах представлена данная марка, присмотритесь. Этот отбеливатель стоит 200 рублей, насколько я помню. Следующее средство, которое я вам не могу рекомендовать, это просто напрасно выигрышенные деньги. Я даже не знаю, что, как назвать это средство. Клиент Хом, отбеливатель продается, я его, по крайней мере, купила в магазине Магнит Косметик. Он стоял там на акции, по-моему, за 130 или за 140 рублей. Я его взяла, мне на самом деле, нарекомендовали девочки-продавцы в магазине Магнит Косметик, сказали, что они отстирывают, отбеливают как холчатой бумажной ткани, так и с синтетической добавкой. Они отбеливают данным отбеливатель. Пятновыводитель для любых тканей содержит активный кислород, экологичен и без красителей. Я вам скажу так, я его использовала в таких нуждах, я его просто, простите, заливала в унитаз, потому что на больше он никак не срабатывал. Я пыталась отстирать кухонное белое полотенце, но было залито чаем, я решила, я просто тут же это полотенце залить вот этим отбеливателем, совершенно не сработало. Просто все вспенилось, полежало, жутко пахло хлором и никакого результата, девочки, никакого. Не стало белее ткань, не отстирались пятна чая. А потом, когда я замочила вот в этот актив шарами, девочки, реально отстирала, как не было пятни. Так что имейте в виду, ну напрасно выброшенные деньги, я считаю, что как бы я его точно больше не куплю, совершенно рекомендовать тоже его не могу. Не работает, совершенно бесполезное средство. Следующее, что выбрасывает и что закончилось, это санфор универсальный 10 в 1 средство для очистки унитазов, раковин, ванн и даже засоры можно заливать. Могу сказать, что мне нравится, как он работает, покупала в Магнит Косметик, как вы видите, абсолютно чистый. Он также представлен в магазине Фикс Прайс, но с Фикс Прайсом у меня не получилось с ними, у меня просто сломалась данная упаковка. Покупаю в Магнит Косметик, упаковка работает хорошо, средство работает тоже хорошо. Мне нравится, могу вам смело советовать, это очень бюджетное средство, которое замечательно очищает, дезинфицирует, убирает неприятные запахи. И если у вас тоже съемная квартира, и вы не хотите слишком много денежек тратить на такие вот средства для унитаза в съемной квартире, просто присмотрите санфору. По-моему, он стоит что-то в пределах 70 рублей, и его хватает на месяц, это точно. Очень упали банки, но ничего страшного, соседи, надеюсь, меня простят. Следующее, что у меня закончилось, это ферри, их новинка, пенаэффект апельсин и лимонник. 450 мл производитель, и реклама говорила нам о том, что это более концентрированное средство, намного больше пена, более лучше работает и хватает его надолго. Могу вам сказать, средство, которое сушит руки, средство, которое плохо пенится, средство, которое быстро заканчивается, средство, которое меня как-то не впечатлило в детстве. Но тот же самый аромат, то, что был в предыдущей серии, просто упаковка поменена и все. Сказать, что как-то очень нравится его в руке держать как-то лучше, нет, девочки, ничего как-то, ну вообще, ну бесполезная штука. Что они сделали, какую они формулу обновили, мне кажется, что-то, компания Ферри, они просто что-то как-то нам пудрят в мозге. Ну, не впечатлило меня средство, так что достойно. Сейчас буду чихать, девчонки. Аж нос дерет. Следующее, что у меня закончилось, я попробовала впервые взять фирму от Доминго. Это губки для мытья посуды, не было моей фирмы чистим. Что я могу сказать? Неплохие губки, стоили они, по-моему, 45 рублей. У меня, знаете, какой-то вот определенный стоит ограничитель, чтобы губки не стоили дороже 50 рублей за упаковку. Неплохие губки, хорошо размыливали средство, мне понравилось. При возможности, повторю еще, если будет на них скидка акция, очень даже здорово. Неплохие губки, действительно, не отрывается у них вот эта вот жесткая часть, они не распадаются. Одной губке хватает полноценно на пользование недели, то и можно и на две разделить недели одной губки. Хорошие губки, девчонки, могу вам смело порекомендовать, они выглядят вот так, как покупала в магазине Магнит Косметик. Следующее, что выбрасываю, это Home Car. Перчатки, я их хочу сказать, что перчатки, которые не бюджетные, и я на них остановилась, больше никакие другие не брала. У меня этот размер идет М, очень мне нравится. Если у вас тоже представлена данная фирма, тоже, конечно же, возьмите, если вам нужны для уборки дома перчатки резиновые. Очень даже хорошие перчатки, и больше никакие пока я перчатки себе не покупаю. Их хватает при постоянном использовании, да, там уборки мытья полов хватает на месяц-полтора. Следующее, что я выбрасываю, к сожалению, я больше этой фирмы не встречаю, и это очень жалко, это салфетки губчатые для протирки стола. Ну, я их, по крайней мере, брала, впитывают влагу очень хорошо. Это, в общем, их тут было две штуки, они идут биоразлагаемые. Они мне очень сильно понравились, они хорошо впитывают, хорошо вытирали, фирма Практи закончилась, и пока я их не встречаю. Если встречу, обязательно возьму. Очень хорошие тряпочки для того, чтобы вытирать со стола, делать уборку, не оставлять разводов, замечательно впитывают. Все очень здорово, их даже можно немножечко постирать, так скажем, простирать с ферри, высушить, и они будут опять в очень хорошем состоянии. Ну, их хватает одной вот этой тряпочки на две недели. Вот такие тряпочки очень сильно понравились, так что, если в поисках, присмотрите, вдруг вы встретите такую фирму, если встретите, обязательно возьмите. Мне понравилось. Следующее средство, это последнее, это средство освежитель воздуха, все попадало, от фирмы Glade. Это освежитель воздуха с ароматом после дождя. Классный аромат, да, я аллергик, я реагирую на данные запахи, но у нас дома кот, и мы живем в съемной квартире. И если вы хотя бы раз жили в съемной квартире, вы знаете, что это такое. Это, ну, всегда должен быть освежитель воздуха, простите меня. Я не могу без этого, ну, я пыталась от этого отойти, но не могу, поэтому пользуюсь Glade, и пью таблетки от аллергии, чтобы все было благополучно. Так что вот так вот, когда уже будет свое жилье, я думаю, проблему именно с аллергией, проблему с ароматами и какие-то диффузоры я уже решу по-другому, и, наверное, будет все намного лучше. А сейчас на Glade, хорошее производство, хорошо распыляет, хорошо нейтрализует ароматы любые, от табака до определенных комнат, очень хорошо освежает, мне нравится то, что неяркий аромат, он такой, действительно, вот именно запах после дождя, очень приятный, мне понравилось, мне нравится, как после использования данного освежителя воздуха пахнет в квартире, особенно, когда чуть-чуть проветришь комнату, вообще просто сказка. Очень приятные ароматы, так что если вам хочется какой-то приятный аромат, и не хотите какие-то вот эти вот суперфруктовые, ванильные, ужасные, которые дерут нос, и вам хочется просто приятный аромат в вашей квартире, в вашем доме, в вашем жилище, присмотритесь к ароматам Glade, вот именно аромат после дождя, мне очень понравился, и обязательно еще раз его повторю, покупала его на акции аж за 100 рублей, так что очень бюджетно оказалось. Очень бюджетная покупка не показала раньше, потому что просто не успела. Ну вот, девочки, это были все мои хозяйственные пустые баночки, надеюсь, для вас оно было интересно, полезно, информативно, что-то вы для себя подчеркнули, какие-то выводы сделали, конечно же, если вам было со мной интересно, поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, А если вы уже подписаны на мой канал, но вам редко приходят уведомления, не забывайте нажимать на колокольчик, тогда вы будете в курсе всех событий, что происходит на моем канале. Я вам желаю хороших и выгодных покупок, хороших скидок, солнышко над головой, берегите себя и своих близких, уже вот она весна, всех люблю, целую, увидимся в скором будущем новом видео, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok